Вильгельм Богер родился в Штутгарте в 1909 году. Будучи подростком, вступил в молодежную фашистскую организацию Гитлер-Югент. После школы четыре года проработал клерком. В 1929 году вступил в ряды нацистской партии Энсдап. А в 1932 году, после того, как лишился работы, Богер устроился в полицейский участок вспомогательной полиции в городе Фридрихскафене. С 1936 по 1937 Богер учился в полицейской школе, после окончания которой получил назначение на пост криминального комиссара полиции. С начала Второй мировой Богер был переведен в государственную полицию города Цехау. Три недели спустя был назначен на пост руководителя и наблюдателя пограничного полицейского участка в Астраленке, где получил прозвище «Палач Астраленке». С мая 1940 года в гестапо города Хоензальца. В этом же году был арестован по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к аборту. В качестве наказания был переведен в Дрезденское полицейско-инженерное подразделение СС, откуда был направлен в действующую армию. В 1942 после тяжелого ранения Богер спустя девять месяцев был отозван в тыл и назначен на должность командира взвода 2-й охранной роты концентрационного лагеря Освенцим, а через некоторое время унтерштурмфюрером местного политического управления. По своей сути, политическое управление концлагеря было филиалом Главного управления имперской безопасности и занималось обеспечением внутренней безопасности, уничтожением потенциальных очагов сопротивления, допросами и сбором информации о заключенных. Среди заключенных имел клички «Лагерный дьявол» и «Тигр Освенцима». При Богере количество побегов было самым минимальным по сравнению с другими концентрационными лагерями, отличался крайней и нечеловеческой жестокостью. Вильгельм Богер являлся изобретателем так называемых качелей Богера, одного из самых жутких, пыточных инструментов, возможно, во всей истории человечества. Суть изобретения Богера была в следующем. На цепи вывешивался железный пруд, через который перебрасывали заключенного, сковав его наручниками. Богер становился перед заключенным, а позади заключенного охранник с ломом, который начинал раскачивать несчастного. Когда лицо узника приближалось к Богеру, тот очень тихо задавал вопрос. Не получив ответа, толкал узника обратно, и охранник легко бил ломом по ягодицам, вновь отправляя качели к Богеру. По мере того, как Богер повышал голос, охранник наносил все более и более сильные удары. Постепенно заключенный превращался просто в окровавленный мешок. Мясо и кожа свисали на лицо узника, из тела вытекал подкожный жир. Пытки Богер продолжал вплоть до освобождения Освенцима в январе 1945 года. С января 1945 года принимал участие в эвакуации секретной документации в концлагерь Бухенвальд. С февраля по апрель 1945 года сотрудником политического отдела концлагеря Дора Миттельбау. Богеру удалось избежать ареста, и он скрывался до 19 июня 1945 года, когда был арестован американскими войсками. Находился в заключении в бывшем концентрационном лагере Дахау. Узнав, что его намерены выдать польскому правительству, 22 ноября 1946 года сбежал из лагеря. С начала до середины 1949 года работал в Кральсхайме, сельскохозяйственным рабочим. С сентября 1950 года кладовщик на фабрике Хейнкель в Цуффенхаузене. 8 октября 1958 года Вильгельм Богер снова арестован и был осужден в рамках франкфуртского процесса по делу охранников и офицеров концентрационного лагеря Освенцем. Документально установлено и подтверждено личное участие в пытках и убийствах 144 заключенных, а также в содействии убийствам и уничтожению более тысячи лиц еврейской национальности. Сам Богер своей вины практически не признавал, заявляя, что только исполнял приказы. Я знал только один способ поведения — выполнять приказы старших надзирателей безоговорочно. И лишь на 145-й день судебного слушания Богер признал единственный эпизод. И после приблизительно двух или трех расстрелов Грабнер сказал «Квакернак, дай свою винтовку». Дальше стреляет обер-шарфюрер Богер. После этого я застрелил двух заключенных. Затем Грабнер приказал снова сменить стреляющих. Это был единственный случай, где я был задействован и где я выполнял казнь по приказу Грабнера. Был приговорен к пожизненному заключению. Заключение отбывал в тюрьме Битикхайм-Биссинген, города Баден-Вюртемберг. Бывший лагерный дьявол в заключении быстро превратился в немощного, больного и сломленного морально старика. До последних дней жизни Вильгельм Богер писал обращение тюремному начальству и письма родственникам, умоляя дать ему возможность встретиться хотя бы раз с внуками. Однако никто из родственников не пожелал видеть своего кровавого предка. Тюремная администрация также категорически отказывала Богеру в организации любых свиданий и встреч. Умер Богер в заключении в возрасте 70 лет, 3 апреля 1977 года.